Всем привет, с вами Варгунин Дмитрий, и многих уже надоели ролики про всяких синтоловых фриков и сумасшедших кочек, которые себе навредили. Пора вернуться к биографиям кочек из 90-х, нормальных или не очень. Сегодня пойдет речь о Дорине Яцей, и нормально он или нет, я думаю, тут судить несложно, не просматривая этот ролик. Обсудим его биографию, сложные повороты в жизни, преступность, а также анболические курсы стероидов, которых очень много, в том числе части из которых он поведал сам. И буду томить, и так, поехали. Как мы видим, вся NFT, криптоиндустрия и фондовые рынки лопаются как мыльные пузыри. То, что я вам говорил много лет назад, разоблачая Дениса Борисова, считали бредом и не верили мне. Но где сейчас Борисов и остальные успешные инвесторы-мошенники с фразами «Купи биткоин и всегда будешь плюсе?» Могу предложить свой личный эффективный проект по заработку денег, приносящий мне и другим доход уже более пяти лет. На экране примеры живых отзывов ребят, зарабатывающих огромные деньги. Это колоссальный опыт моей команды, и я лично гарантирую каждому реальный результат. Готов выплатить полмиллиона, кто приложит скрины и докажет, что в моем чате невозможно поднять хорошие деньги. QR-код для перехода на экране, а ссылки ждут вас в описании. За множество лет вы натыкались на много подобных тезисов, и действительно 95% в этой индустрии это мошенники. Но вы должны понять, что данный проект я рекламирую в каждом ролике на протяжении пяти лет. Не это ли говорит о том, что он успешен? А самое главное, что я каждому даю реальные, а главное гарантированные результаты. Родившийся в Сатан-Колдфилде и выросший в Херле Англии, Дориан Яц, вырос без страсти к спорту. Вместо этого он обратился к преступной жизни после того, как в раннем возрасте на него сильно повлияли. В 16 лет 1980 году Дориан присоединился к банде скинхедов после переезда в Бирминген. В 1981 году по всей Англии произошли массовые беспорядки, особенно в крупных городах, где сферепствовала безработица, и чувство безысходности вылилось в насилие на улицах. В конце концов, он был арестован после участия в беспорядках. В 19 лет Дориана приговорили к 6 месяцам заключения в колонии для несовершеннолетних. Трудно преувеличить, какой негативный эффект на Дориана оказало заключение в заперти. Это был молодой парень, который в прежние годы гордился своей близостью к природе. Даже если это иногда включало в себя бороство птичьих яиц и стрельбу по более мелким птицам из пневматического ружья, чтобы накормить свою любимую пастельгу. Теперь молодой парень, у которого были проблемы с любой авторитетной фигурой и не способный делать то, что он хотел и когда хотел, сильно ударили паяц. Несколько правил, которые его мать пыталась навязать ему, всегда игнорировались. И здесь от него ожидали, что он скажет «Да, сэр», «Нет, сэр», «Три мешка полны, сэр». В то время, как всегда, его распорядок контролировался с утра до вечера. Дориан из тех парней, у которых даже сейчас нет времени ни на кого из 20-летних, оставшихся дома. Он объясняет, цитирует, «Если бы мама не бросила меня так, как она это сделала, когда мне было всего 16 лет, я бы все равно вскоре ушел сам». Дориан открыто признает, что его никто никогда особо не беспокоил, возможно, потому что он умел держать себя в руках. Он чувствовал определенное уважение как со стороны персонала, так и со стороны мальчиков. Для Дориана уважение было и остается большим делом, и получение такого рода положительного внимания даже в такой ужасной обстановке оставило свой след. Цитирую Ятси. «Вспоминая эти ранние годы, отсутствие любви, которую я чувствовал от своих родителей, правильно или неправильно, могло стать цикличным. Когда появились мои собственные дети, я поставил перед собой задачу разорвать эту связь, говоря им каждый день, что люблю их. На фото перед вами как раз его фактурный телосложением и не только Льюис Ятси. Помимо этого, у него есть еще дочка». Спустя тяжелые юношеские годы, Дориан начал чувствовать, что пора меняться, и одновременно с этим начал отращивать свою шевелюру и вести менее экстремальный образ жизни. Моды и взгляды изменились, и у него пришло осознание, что он не хочет умереть к 21 году от всяких приключений, а построить хочет свое светлое будущее. Все это стало его движущей силой к развитию. Теперь, когда тюрьма и взвод она далеко позади, у Дориана был четкий спланированный план. В то время он осознал важность записи своих целей на бумаге. В них он записывал не просто какие-либо финансовые цели, которые ставят перед собой любой человек для обычного существования. Также у них записывал свои финансовые цели, касающиеся так или иначе растратам бодибилдинга, в которые входили спортивное питание, обычное питание, траты на абонемент. И в то время он еще не знал, что в будущем будет принимать анаболические стероиды. Дориан поставил себе цель стать лучшим бодибилдером, которым он только мог быть. Для Дориана первым телосложением, поразившим его воображение, была форма афроамериканца Робби Робинсона, который по сей день в здравии и является одним из долгоживущих бодибилдеров. Почти с первого дня Дориан основывал свои тренировки на вид, в высокоинтенсивных тренировках. Это был подход Артура Джонса и Майка Менсера, и он хотел своего. Собственную версию грубого хардкорного образа братьев Менсера с большими предплечьями и мощной мускулатурой. Это была идея создать свое собственное телосложение после этих легенд бодибилдинга, которые наполняли юный разум Дориана в начале и середине 80-х годов. Подобный тренировочный подход в основном сводился к следующему. Тренируйся ровно столько, сколько тебе нужно для роста. По сути, все время, проведенное в тренажерном зале с отягачениями, на самом деле вредно для роста мышц. Это необходимо, но силовые тренировки включают в себя разрушение мышц и нагрузку на центральную нервную систему. Их тренировочная система уделяет большое внимание тому времени, когда вы растете в периоды отдыха, подпитываемого адекватным питанием, а не провождением дня за днем, час за часом в тренажерном зале. Система высокоинтенсивного тренинга и даже столь же логичное завершение одного отказного подхода на каждую часть тела обратились к аналитическому уму Дориана и психике «все или ничего». И он не сократил свой тренировочный режим до уровня одного подхода на каждую часть тела. Но, вооружившись этой информацией, Дориан выступил против продолжающейся господствующей тенденции объемных тренировок, когда большое количество времени в тренажерном зале приравнивалось к созданию лучшего телосложения. Вместо этого он слушал свое тело и наблюдал любые изменения с мышлением ученого. Вскоре он понял, что система вид была, по крайней мере для него, более разумным способом тренировки и самым прямым способом обеспечить максимальный результат в кратчайшие сроки. На редкость Дориан в то время, в отличие от коллег по цеху, был верен семейным традициям. Цитирую. «Другие парни, должно быть, отлично провели время, выглядя в отличной форме и полны тесостероны. Перед искушением было бы трудно устоять. Есть женщины, которые хотели броситься на меня. Большую часть времени я был женат и выполнял миссию, что держало меня на расстоянии от этой части опыта». Первый тяжелый поворот судьбы был в тот момент, когда его отец попал в аварию. И так как мать не распространяла все о подробностях, Дорин подумал, что это типичная авария, к которой попадает периодически отец или его сотрудники, и все будет хорошо. Но не тут-то было, когда он был в школе, и его школьный друг рассказал ему, что его отец на самом деле умер. Ведь отец того школьного друга тоже работал на этом предприятии. Отец Дорина умер, когда Яцу было 13 лет. И в этот момент я испытал чувства, похожие на дживю, потому что я сам отца потерял в 13 лет. И когда я увидел его тело, тоже подумал, что может быть ему стало плохо. И я поднялся домой и подумал, что все будет нормально, но когда проходили часы, я понимал, что это уже окончательная реальность. Дорин изо всех сил пытался смириться с потерей отца, признаваясь бабушке по материнской линии, что, цитирую, «У меня никогда не было даже шанс заставить его гордиться мной». Однако в его жизни были константы, которые оставались положительными. Его доступ к своим животным и сельской местности, а также отношения с товарищами, которых он знал годами. В более поздние годы Дорин пришел к пониманию некоторых факторов, объясняющих смерть его отца. Подобно внезапным смертям многих других мужчин среднего возраста в те дни. Это имело какое-то отношение к пьянству, курению и недосыпанию, которые считались признаками настоящих мужчин в конце 60-х, начало 70-х годов. И сейчас нас резко перебрасывает в будущее, и пойдет речь-таки об анаболических стероидах. Дорин говорил, что были исследования, подобные так называемой «дилемме Голдмана», в которой серьезным спортсменам задавали вопросы вроде «Если бы я вам дал сейчас лекарство, которое сделал бы вас чемпионом, но в конечном итоге убил бы вас, вы бы его приняли?» В итоге более половины опрошенных сказали «Да, приему препарата». «Я не знаю, насколько точными были эти цифры, но даже если они состояли чуть более 1%, это все равно могло дать людям представление о том, насколько целеустремленный некоторый спортсмен». Продолжает Дорин. С точки зрения общего состояния здоровья, Дорину повезло. Почти с первого дня он нашел врача, с которым он мог поговорить открыто и который регулярно его обследовал. Часто другие бодибилдеры ничего не говорили, потому что не думали, что врачи поддержат их выбор образа жизни и проведут соответствующие тесты. Для Дориана, когда он был в предсоревновательной фазе, повышал дозы, было преимуществом, что он мог пойти к своему врачу и сделать соответствующие анализы крови, чтобы потом убедиться, что никаких немедленных изменений в его общем состоянии здоровья не произошло. Дорин испытывал небольшие повышения давления, что является нормальным для любого, кто весит под 130 килограмм. Но он вполне уверен, что его общее состояние здоровья остается до...